Это видео нам прислала Зоя Ольшанова. Женщина рассказала, в ночь с 28 на 29 июня в квартире на четвертом этаже прорвала трубу с горячей водой. Жильцы сразу позвонили в управляющую компанию «Уютный дом», но аварийная бригада ехать не спешила. Только через 40 минут, когда затопило все нижние этажи, сотрудники прибыли на место. Они не могли очень долго перекрыть воду горячую. Во-первых, потому что закрыт вход в подвал, и у аварийной службы ключей от подвала нет. Им понадобилось время на то, чтобы взломать замок, а он очень надежно был заварен. Потом они закрыли воду только в колодцы. За это время вода прошла до первого этажа и залила все электрические щиты с третьего по первый этаж. Поэтому, когда на следующий день, ну все-таки воду перекрыли, приехали снова сантехники, они еще раз включили горячую воду, и второй раз были залиты все эти щиты. За помощью соседи обращались во все аварийные службы, и везде их уверяли, что работы ведутся, а щиты сушатся. Но на деле происходило так. 29 числа сотрудники обслуживающей организации проработали всего три часа, закончился керосин в тепловой пушке, а продолжили только на следующий день. У людей сложилось впечатление, что вообще ко всей этой истории у ответственных лиц довольно халатное отношение, словно нет никакого риска, что произойдет замыкание и дом сгорит. Службы, которые призваны работать оперативно, они сработали, наверное, из ряда вон плохо. Ну, даже меня удивило то, что подвал, где находятся наши коммуникации от нашего дома, они почему-то принадлежат магазину, и ключи находятся там. То есть они выступают в лице собственников. И доступа, разумеется, не было к тому, чтобы устранить очень быстро эту неполадку, поломку. И, конечно, затянулась работа. Сегодня свет включили на втором и пятом этажах, прямо перед нашим приездом. Рабочие знали, что мы будем снимать сюжет и поторопились возобновить подачу электричества. Вот только жильцы теперь обеспокоены еще больше, ведь щитки до сих пор мокрые, и кто знает, чем может обернуться наличие в них тока. Олеся Хитагурова, Виталий Моряков. Специально для Карибу.